а для вас принципиально если парень с хаты или нет нет на самом деле вот как думать скольки парень должен быть с родителями добрый красивый и и с родителем какими ранее нет до скольки лет с родителем должен жить а до 20 а потом типа а дальше съемная квартира почему нет то есть для вас не принципиально с мамой он живет или отдельно если мутить но если с мамой живет не час едем сидит или мало для вас принципиально парень с хаты или с радаками от возраста если 20 ну ладно 2 плюс с родителями я уже живу без родителей с 17 лет и для меня но у нее должна быть своя квартира или он снимать долго не снимать ладно теплые главное чтобы не зависел от родителей просто смотрите я вот например я накопил на квартиру но я ищу женщин чтобы вместе купить квартиру то есть она 50 я 50 хуйня 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 вот девчонки вот скажите вот вам принципиально если вот встречаться с парнем то он с хатой или ну с отдельной хаты или он с мамой живет ну наверное если ты встречаешься то он должен хату снять или купить чтобы дальше а почему а чего будете встречаться он с мамой ты с мамой гулять просто ходить будете или что не науки но типа для дальнейшей семьи с него хата правильно а с девушки тогда чего для дальнейшей семьи это на семью на семьи на создание семени как мне нет и красиво до рождения детей красивых гены таки что мужчина добычек он должен он он девушку берет замуж за себя он ведет и он должен обеспечить да он идет ее в свою квартиру значит он за нее отвечает где она будет жить не подвале же каком-то смысле не отвечает то есть то что вот давайте проект он отвечает то есть я вправе если я за нее отвечаю я вправе и если она например захотела в клуб идти я вправе запретить и идти в клуб если то есть вы на это согласитесь я например не соглашусь на такое дай вам бух здоровья а если вот вообще стоит ли переехать туда жить вот вопрос ну поэтому не знаю тут довольно таки высокие цены особенно на жилье и все такое причем причем вот у нас двушка 78 ну мои родители подешевле квартиры взяли но где-то и так смотрела мула сил 8 9 ну младит и 7 но не выглядели так себе но с ремонтом без по большей части без я понял а если переехать туда там вообще ну реально познакомить там девчонок много красивых да может то есть мы ехать на набережной много очень ходят там много девушек красиво я надеюсь они все с квартирами уже вот это мы не знает что дорогие не очень дорогие часть 3 часть дома миллиона на 2 на 4 наверное без ремонта даже по моему с туалетом на улице живота а а блин давай че-то говорить Я говорю, а с ремонтом миллионы на два больше, да? Ну да. Чё-то друговато. Не, не бросай, не приезжай в Урюпинск. Чего, чего, чего? Я говорю, не бросай всё, не приезжай в Урюпинск. Да я не приеду, есть такие квартиры дорогие, у вас, наверное, нету, чтобы девчонки с квартирой ели. Нужно девчонки с квартирой. Подтвердила, подтвердила, конечно. Девчонки с квартирой, ну это как-то, немножко банально. Что по-коре? Что поем? Почему банально? Наоборот, у меня в Кирове таких знакомых вообще нет. Либо снимают, либо у родителей живут. Здесь очень много. А ты, так ты ищешь девушку или что, не пойму? Да, 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 да. С квартирой была? Естественно. А ты, типа, нет, да, вообще не при делах, да? Да, короче, это готовый на всё, да? Да ну прикалывайся. Девушка у тебя с квартирой. Нафига ты ей нужен? Ну а почему она должна быть с квартирой? А почему нет? Чтобы потом... Так ты должен... Чтобы дети росли в квартире. Ха-ха-ха, в её? Нет, слушай, а если, смотри, смотри, а вдруг мы разведёмся, дети кому отдадут? Ей дадут воду, её квартиру, её дадут. Если ты с квартирой, начай девушку ищи с квартирой. Не-не-не-не-не, я ищу с квартирой, девушка. У меня нет квартирой, я снимаюсь. Угу. То есть у тебя принцип такой, да? Девушка с квартирой. Ну так естественно, если что, чтобы детям было... Очень просто девушка. Чё? Очень просто девушка. Ну если прав, а где жить? Съёмная квартира. Съёмная не то. Слушай, это неинтересно. А вдруг мы разведёмся, я ещё и буду практичь алименты. Нафиг надо. Ха-ха-ха, сколько тебе лет? Нет? Да. За 30 уже, старая. Скуш. 30 с хвостиком? Да, 30 с хвостиком, да, 39. Чуть-чуть за 30. Образование выше? Ты идёшь с ним? Образование, конечно, два выше. Ты идёшь с ним? Да, да. С двумя высшими образование не моешь. Пойдёшь? Сейчас пойдём. На квартир разорвут? Не могу, но мне интересно. Ха-ха-ха. Ну ты гонишь. Нет, ну слушай, у каждого человека есть принцип. У меня вот такой принцип, я ищу девушку в квартире. Да ты по-любому гонишь. Да почему гонюсь, я не понимаю. Чего там такого? Пошли не дай, пожалуйста. Чего там кривой? Погони, сейчас придём. Слушай, ну а где же любовь тогда? Любовь где тогда? Да. В квартире. Любовь в квартире. Тебе человек отвечает в квартире, любовь. Что с тобой? Я имею в виду, что любовь к женщине где? Она. В смысле, как будет квартира, так и будет любовь? Так не бывает. Почему это? Сюда, ты сейчас... Потому что женщина нужно любить как личность, и всё. Что, что, что? А, я слышала. Женщину нужно любить как личность, а не за что-то. Как можно женщину, смотри. Нет, мужчину любить по-моему. Нет, 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 это мужчину надо любить за личность, и за его внутренний мир, и за его духовность. Духовность? Да. Ты духовный человек? Духовность у мужчины? Да. Ну я, по крайней мере, духовный. Я вообще против изменений, все вот эти фигуры. Ну главное квартиры, да? Естественно. Естественно. Скажем так, Бог этого не запрещает, чтобы девушка с квартирой была. Ну ты слишком умён, чтобы так говорить. В смысле? В смысле? Нет, ты слишком умён, чтобы искать девушку с квартирой. Не-не-не, на самом деле. Я так говорю. Да пикалец. Не знаю. Я говорю, в Кирове вообще ничего, никого нет. Вообще всего, вообще ни одной девушки с квартирой нет. Кирова, сколько у вас там населения? У нас 495 тысяч. Из них сколько женщин? Из них сколько женщин? Слушай, ну где-то больше половины, это точно. Точно половина. Точно половина. А из этой половины сколько женщин? От 30 до 30 до 40? Ещё половина, да? Нет, ну где-то процентов, я думаю, где-то на главу процентов 30-40. 30-40 процентов. Из этих 30-40 процентов сколько не замужем девушек? Ой, не замужем. Слушай, ну вот если брать, что я, например, не приходилось, ну процентов 15. Вот 15 процентов? И то это просто общение было. Ну то есть ты со всеми 15 процентами поговорил? Поговорил и был послан. Куда подальше? Тебе послали просто такого красавчика? Послали. А что сказали? Ты нам не нужен. И я говорю, вот тебе здравствуй. А как же любовь, я так же им говорю. А они сразу до свидания. Ну вообще-то мужчина добытчик семьи, он же должен что-то дать женщине, правильно? Я дам, да. Я дам любовь, верность, уважение. Да, правда? Где это? Энергию, энергию свою дам. Смотри, квартира, она гарантированна, а любовь, уважение, это не гарантированно. Такая квартира тоже не гарантированна. По-любому гарантированна, она же ее квартира. Она гарантия. Нет, слушай, если это ее квартира, то это только ее квартира. Нет, смотри, смотри, если это ее квартирка, то это будет только ее квартира. Ну? Ну. То есть она мне гарантированна. Гарантированно, ты же будешь там жить. Нет, 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 я, слушай, я буду жить, но кто запрещал разводы, правильно? Так что я могу, меня оттуда могут в любом моменте, меня могут оттуда в ДВМ что-нибудь пропадать. Ну, это тоже не гарантия, что будет так. Ну, а в 100% гарантии нет, что у меня какая-то дура, поэтому я еще не учусь. Знаете, что в гарантии, когда жилье приобретается в браке, тогда есть гарантия. А когда, извини, он приходит к даме из квартиры, уже нет мировой гарантии. А жилье в браке приобретается в мужчине или в птицах на птицах? Оно делится в фалан. Ха-ха-ха, при разводе. Хорош, хорош. Хорош, хорош. Так я и говорю, зачем? Какая же тогда любовь, если тут с экрана идет дележка? А зачем тогда разводить, какая любовь? Вот я не знаю, зачем люди разводятся в квартире. Потому что... Никакой любви нету. Ну, вывод какой, значит, любви никакой нету. Если все разводят. То есть, тебе не важно, как выглядит женщина, главное, чтобы она была с квартир. Вообще, вот на внешности мне вообще не нравилось. Для меня все красивые девочки. Вы сидите, обе красивые. Все красивые. Да, что ты куришь? Я вообще ничего не курию. Лучше в курии. А ты где? Я в Кирове нахожусь. О, рядом. Можно сказать, земель. О, земель. Здорово. Ну, не сказали, что рядом, но практически. Ну, храните, что ли. Кировская область. Нет, ты как бы рыжий, так ты рядом где-то. Мы все рыжие. Она тоже рыжая. Видно по ней. Рыжие бестия. Понятно. Бестия. Слушайте, а у вас там в Вологде... Это мастер, как Фебер, да. У вас в Вологде хаты дорогие? Смарай, смарай, какие. Купите или что? Ну, я имею в виду, двушка, трешка. Ну, от трех до семи. Не пойдет. Не, не пойдет. А, да. Да. А с ремонтом сколько? У тебя только девичка. Семера больше семер нам. Да? Миллионов десять. Миллионов десять? С хорошим ремонтом. С хорошим ремонтом. И что, люди покупают или как? Конечно. Есть, что у тебя хорошего дела делать. Ну, есть, если к вам в Вологду приехать... Ну, ты лучше не... У нас просто дыра. Ай, блин. Я так и знал, что ты это скажешь, а? Лучше у вас. Не, не, не. Можно к вам ехать. Если к вам в Вологду приехать, то можно реально найти девушку с хатой. Ну, конечно. А можно и без хаты. Не, без хаты мне надо. А, драко. Серьезно? На, серьезно. Ты не верил? Конечно. Ты не стыдно. Чего стыдиться-то? А чего стыдиться-то? Чего именно? Как-то мужик должен хату-то зарабатывать. Сфигали ты. А кто? Сейчас без разницы. Может мужчина, может женщина. А к наху ты проживальство с Кирова блять нужен? Блять. Хаты. У ге-со-бабы хаты здесь миллионов. Наху ты? Грубо говоря, валах и детс Кирова нужен. Семью создавал? Ты что, думаешь, такой... Демографию поднимаешь. Ты так потерян генофон, что как бы вот, да? Бабы тишат и говорят, алис скажет, да, конечно, давай. Не, ну а что, семья демография, семья, только вперед. Я, как, как, как говорится, Путина слушаю. Так вот, да, блять, я тебя канал слушаю, милый. Почему это не те? Самые те, а? У нас планы на женщин по-другому обсуждают. Как? Ну-ка. Бабы не мужики, я. Мужик должен, а не баба. Почему это? Сфигали, ты впервые про это слышал. А что, в Кирове нет девок? Да. Девки есть, девки есть. Много девок. Но, к сожалению, либо с мамками живут, либо снимают хату. Мне это неинтересно. А ты живешь с кем? Я с кем живу? Я один живу. Ну что, не можешь девушку найти себе? Так с хатой. Так я говорю, без хаты нафиг она мне нужна. А что за такое за хуйня, блять? Кто с тобой? А что за хуйня? Да, мне не интересен. Че? Смотри, без хаты нафиг. А если это любовь? Ну, будет хата, будет любовь. Все же логично. Пока нахуй. Ха-ха-ха-ха. Входные, выходные у нас сегодня. Слушай, у вас квартира дорогие? Видишь? Да. Ну не знаю, а у вас? Нас подорожали. Ну, у нас, короче, стоит 8-10 лямб. Это сколько квадратных квартир? М? Сколько квадратных квартир? Ну, двушка. Двушка 10 миллионов? Да, да. Охренеть. Вот так вот. И я тоже офигеваю. Вообще, жесть. Действительно, у меня двушка. У нас двушка тут, ну, не знаю, миллиона, а четыре, наверное, будет. Ой, градусы будет. Ой, слушайте, нормально, вообще. Слушай, к вам надо переезжать тогда, в Челябинск. Переезжай. Маткни. А тебе что, одна мама? Все замужем, а я одна свободная. С квартирой? С квартирой и с машиной, блядь. И дом свой. И с ребенком, и дом свой. А кредитов нету? Так есть кредит. А, кредит все-таки не есть, блин, плохо. Ну, а что теперь? Кредиты я сама своих лучше. А что, ребенок, а где отец? Где волки срать мне уйдут. Чего, 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 волки съели? Нету, нету, давно не живем, уже три года. Что? Проблемы какие-то, блин. Я не вижу никаких проблем. А он вообще кладет алименты, что, как-то? Ну, так, маленько сюда платье. Все, громко у меня? Я сама справляюсь, в принципе. А видит с ребенком-то или нет? Нет, он доченька не знает своего отца. Ах, нет. Вау, Санта-Барбара, как будто это первый раз, ты такой слышишь, не такое. То есть, меня тоже самое может постигнуть, да? Я так понимаю. Ты что-то прям совсем плохой, что ли? Чего, чего? Ты, говорю, совсем плохой, говорю, такой, что ли? Нет, почему? Ну, а почему он ушел-то? Ну, потому что, не знаю. Потому что совсем плохой был, поэтому ушел. Ну, совсем плохой в каком плане? Бил? Бил? Наркоманил? Все. А зачем из-за такого надо выходить замуж? Что-то непонятно. Глаза, видимо, не видели нифига. Ну, я не знаю, как объяснить. Я не знаю, как объяснить. Чего? Куда подезал он, говорю? Интересно, интересно. Я боюсь, что меня так же обвинят потом в этом. Нет, спасибо. Я не переживаю. Чего-чего? Я говорю, не переживай. Опыт имеется уже. Просто понимаешь уже, с кем можно связываться, а с кем нет. Ну, я уже понял то, что я с такими не связываюсь, которые лишают отцов. Я не лишаю отца. Отец просто сам сказал, что он не хочет общаться. Это все. Ну, странно, мне тоже интересно, почему. А он вообще детей-то хотел? Хотел. Точно? Точно. Нет, я сама просто на него залезла и не буду дальше рассказать. Просто люди, вот тоже мне интересно, люди говорят, ты хочешь, да, хочу, а потом, это была шутка, это несерьезно. Да, есть такие люди, да. Есть такие люди? Да. Муженек один из тех, да? Да. Я понял, значит, ребенка-то больше вы хотели, а не он. Да. Так оно и есть. Я все понял. Ладно, удачи вам. Я вот на заводе работаю. Вот. Купил хату. Купил хату. Вот. Причем второе. До этого никто не знал, что я живу отдельно. Все думали, что я с мамой живу. Вот. И тут узнали то, что я хату купил. И вдруг ни с того ни с сего начали что-то приставать. Как-то я стал красивый вдруг ни с того ни с сего. Почему так? Так а ты не упускаешь шанс? Что ты? В смысле не упускаешь шанс? Это не означает меркантильность. Ну, в смысле. Вот. До этого я был, значит, некрасивый, а как узнали, что хата сразу стал красивым. Но ты представь. Ты девушка. Ты хочешь жить со своим парнем и его мамой в одной квартире? Нет. Ну, если строить отношения, то строить вместе, тогда вместе надо и хату. Ну. Нет, как бы, если у меня будет своя хата, и у парня не будет своей хаты, то я не буду считать меркантильностью то, что он ко мне подкатывает, зная, что у меня есть квартира. Вот. Но при этом я никак не буду его вписывать в свою квартиру, и там, что-то там вот это вот всё. Это будет чисто моя квартира. Потому что если мы вдруг разойдёмся, то чтобы она осталась у тебя. Всё. Ну, смотри, а если он тебе будет подкатывать... Так что ты ничего не теряешь. Смотри, нет. А если он тебе будет подкатывать после того, как узнаешь, что у тебя есть квартира, а до этого не будет подкатывать? Покуй. Покуй? Потому что я буду круче, чем он. Однушка, душка, трёшка. Да, однушка не хватит, не за чего. Четыре миллиона. С ремонтом без. Ну, если старые где-нибудь, то можно с ремонтом, с мебелью. если новостройка облицовка будет но остальное сами а если девушку найти с хаты реально вообще можно у нас девочек много тут таких на это не жадно и ничего но если будете деньгами с ними делиться то без проблем найдете не ну я как и либо 50 до 50 либо как бы женщина главное ну женщины вот у нас ну как кавказ это все считается у нас тут женщины жадные очень ну вот я слышал то что там уже разводы вовсю вообще там же счета на юге на кавказе да тут больше все свободу любят то есть уже как бы брак это все уже где-то там осталось нет ну кто то есть который любит брак и все ночи все все такие то что не отсчитываться никому ничего не должен у такого плана а для вас от принципиально чтобы парень с квартиры был вообще в будущем нет не принципиально чтобы он хотел брак официальный но мне попытаются те которые не хотят и говорят что я не вижу в этом смысла штампа в паспорте я понял понял ну а какой вот просто вот смысл для мужчины для женщины понятно для мужчины ответственность собственность не стоп ответственность я могу ответственности и без брака а что мне в 8 не то время в можете так взять и уйти спокойно так и так же и и в браке можно спокойно уйти на бедный браке все равно есть своя собственность то же самое если захотите уйти дележка будет и это тяжелее просто так можно расстаться и разойтись а там развод и как бы это тяжелее и там человек ну и больше думать то есть брак это все-таки не любовь а дележка имущество это ресурсы имущества правильно понимаю да ну и зачем так и нет ничего сакрального в этом нет никакой любви зачем вот нет для чего это надо вот и говорю вот лично вот для женщины что брак это первую очередь ресурсы выгода но никакая не к это любовь или еще что-то для меня это показа показания человека то что он готов на серьезные отношения на новый этап то есть начале общения встречи местное совместное сожительство и потом брак дети для меня это ну как поэтапность то есть как у борец борется за какой-то бриз сначала у него один поиск второй чтобы достичь чего-то также у меня допустим для меня это показатель большой а вот он должен брать ответственность должен брать ответственность во-первых с этого начнем как мужчина до в плане мужчин да за что или за кого также за жену свою как защитой там подобное финансы я к финансам спокойно отношусь типа 50 на 50 совместные типа ресурсы такие вот например если тебе захотелось грубо говоря вот смотри но он главный в отношении будет да то есть если он тебе запретит соцсетях сидеть ты как это не если он будет моим мужем и докажет по какой причине убедит меня без проблем не надо убеждать просто со словом уже закон не не работает нет ну так не хватит больше все свободу любят то есть уже как бы брак это все уже где-то там осталось да нет ну кто то есть который любит брак и все ночи все все такие то что не отсчитываться никому ничего не должен такого плана